Продолжение следует... 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 Увы, но это так. Известный проповедник Виктор Гам как-то выдал своим студентам такую информацию, что одночасовая проповедь равна по отдаче шести часам физического труда. Не знаю, где он взял такие данные, но в них вполне верится. Конечно, речь идет не о мышечных нагрузках, а об энергетических затратах, выраженных в джоулях и сожженных калориях. Реально после проповеди чувствуешь себя выжатым, как лимон. После хорошей проповеди. Я давно подметил, что лекции я могу читать до 12 часов в день. Проповеди, ну мой личный рекорд 10 проповедей. И то, конечно, потом мне пришлось делать перерыв. Нормальный режим 5-6 проповедей в день. Ну, тогда более-менее нормально. И то, конечно, все равно ты свою энергию распределяешь и меньше отдаешь, чем если у тебя одна проповедь в день. Призывные проповеди, проповеди, направленные к неверующим, они еще более энергетически затратные. Например, если я записываю цикл призывных проповедей, то больше четырех у меня качественно не получается. Конечно, в реальном режиме, не для записей, мы проповедуем гораздо меньше. Тем не менее, нагрузка на голос колоссальная. Вот здесь очень и очень важно владеть голосом виртуозно. Для того, чтобы громко произнести букву Б, должно быть задействовано 95 мышц. Нагрузка большая. Голос можно повредить. Обычно повреждение голоса, ну, это результат двух факторов. Ты надрываешь голос, громко просто разговариваешь. Голос можно повредить неправильным выбором высоты голоса. У певцов существует такое понятие, как тесситура. Это тот звуковысотный диапазон, в котором твоим, лично твоим голосовым связкам, работать комфортно. У каждого человека вот эта тесситура своя, комфортная для говорения, для произнесения речей. Однако, под влиянием тех или иных факторов, человек может говорить не в удобной для себя тесситуре и даже к этому привыкать. Наверняка вы знаете о том, что у человека на самом деле связки заточены под низкий голос, но говорит он голосом высоким. Он так привык. Он использует свои голосовые связки нерационально, не в должной тесситуре. Бывает и наоборот. Человек пытается сознательно занизить, придать своему голосу глубину, бархатистость, но у него не выходит, потому что связки не заточены, что называется, под это. Голос можно повредить вот этими двумя факторами. Ну, мы, конечно, исключаем чисто какие-то факторы заболеваний серьезных, такие как инфекции, когда связки покрываются слизью. Об этом мы тоже немножечко скажем. Но постарайтесь не надрывать свой голос, не надрывать связки, и проконсультируйтесь с врачом-фониатором или с профессиональным преподавателем пения, преподавателем вокала по поводу вашей личной тесситуры. Голос следует развивать. Подобно греческому оратору Демосфену, который упражнялся в произнесении слов во время бега или подъема на крутую гору, произносил свои речи на берегу моря, поскольку от природы обладал довольно-таки тихим голосом, он пытался перекричать морской прибой, заглушить шум прибоя. Для того, чтобы преодолеть другие факторы, мешающие ему стать хорошим оратором, а Демосфен очень хотел стать хорошим оратором, он прибегал к разного рода ухищрениям. Он тренировал дикцию, набирая в рот речные камушки и произнося речи с набитыми камнями ртом, чтобы тренировать дыхание, он учился декламировать стихи на одном дыхании, как можно большее количество строк, учился владеть своим дыханием. Для того, чтобы избавиться от нервного тика, у него подрагивало плечо непроизвольно, он вешал за своей спиной меч, чтобы, уколовшись об меч, надолго забыть о подергивании плечом. Чтобы не поддаться искушению и не прекратить занятия раньше времени, он выбривал себе половину головы, чтобы в таком виде не появиться на людях, сидел дома и занимался. Пример демосфена – это пример для многих из нас. Развивайте свой голос. Также вам поможет несколько рекомендаций. Не рекомендуется перед проповедью пить молоко, сладкий кофе, есть шоколад или конфеты. Равным образом не рекомендуется перед проповедью пробовать какие-либо вяжущие фрукты, какой-нибудь кислый виноград, хурму и так далее. Все, что может повредить вашему голосу и вашей артикуляции, все это нужно исключить от употребления непосредственно перед проповедью. Перед проповедью также не обязательно петь со всеми. Особенно если вы профессиональный проповедник и ваши связки постоянно находятся в режиме работы, то, пожалуйста, воздержитесь от общего пения. Многие проповедники еще стараются и хор перекричать. Не нужно этого делать. Чем чаще используются голосовые связки в режиме проповеди, тем стабильнее будет ваш голос. Тут все закономерно. Постоянные тренировки, регулярность, они обеспечивают некую стабильность вашему голосу. Спержин даже говорил, что если вы проповедуете два раза в неделю, ваш голос будет слабым, ваши связки не привыкнут к работе. Вы загубите себя как проповедника. Конечно, он преувеличивал немножечко. Но, тем не менее, с точки зрения Спержина, хороший режим для проповедника – 5-6 проповедей в неделю. Больше это, конечно, уже режим профессионального лектора, профессионального оратора, к этому тоже можно себя готовить. Но проповеднику достаточно выступать публично 5-6 часов в неделю, грубо говоря, академических часов в неделю, для того, чтобы поддерживать свой голос в тонусе. Красивый голос, братья мои, это результат правильной работы четырех составляющих, о которых мы сейчас поговорим. Во-первых, это верное, правильное дыхание. Во-вторых, это правильная работа голосовых связок. В-третьих, это правильная работа резонаторов. И в-четвертых, это правильная работа артикуляторов. То есть, все, что касается нашей с вами дикции. Давайте поговорим о каждом и о каждой из этих составляющих в отдельности. Итак, дыхание. Дыхание – это основа правильного звукоизвлечения. Правильное дыхание обеспечит устойчивость голоса, поможет правильно распределить силы. Именно поэтому дыхание должно быть не от верхней части грудной клетки, но дыхание должно быть диафрагмальным, а не гортанным только. Постараюсь объяснить вам физику процесса. Как вы уже догадались, художник из меня никудышный, но я все же нарисую вам человека в разрезе. Это голова. Пусть вот тут будет у нас рот. Глаз, ухо. Рисуем по египетским канонам. Голова повернута вправо, а туловище развернуто к нам. Итак, здесь у человека гортань, там голосовые связки, такой латинской буковкой «В». А здесь у нас, грубо говоря, легкие. Там трахи и бронхи всякие. Это легкие. Легкие крепятся к межреберным мышцам. И вот тут у нас с вами есть такая мышца, которая называется диафрагма. Очень схематично я вам ее изображу. Диафрагма сверху напоминает такой блин. Ну, то есть она по всей брюшной полости так вот распределена. У женщин диафрагма толще, покрыта слоем жира. Это связано с особенностями деторождения, репродуктивной их функции. Но у мужчин диафрагма традиционно более подвижная. Поэтому мужчины, конечно, более приспособлены к ораторскому искусству. Как обычно образуется у нас звук? Ну, всем известно, что когда мы дышим, мы выдыхаем. Столб воздуха давит на связки, заставляет их вибрировать. Получается звук в результате вибраций. Каждый человек рождается с умением диафрагмального дыхания. Если вы обратите внимание на младенцев, на то, как дышат младенцы, у них все время животик ходит ходуном, покачивается. Интересно, что животные сохраняют эту способность. Если вы видели хоть раз, как дышит запыхавшаяся собака, то у нее вот ходит ходуном бока, что называется. То есть работает диафрагма. Когда это происходит с человеком? Примерно в возрасте от 3 до 5 лет по-разному. Человек соображает, что для того, чтобы нормально функционировал его организм, ему не нужно всего объема легких. Ему достаточно дышать только при помощи межреберных мышц. Как происходит физика вдоха? При помощи межреберных мышц они сокращаются, объем легких увеличивается, и атмосферное давление заталкивает воздух в наши легкие. Тут происходит процесс, и потом мышцы сокращаются, объем камеры тоже сокращается, и мы выталкиваем уже воздух, углекислый газ и так далее. И вот тут происходит процесс звукоизвлечения в наших связках. А диафрагма в этом процессе постепенно перестает участвовать. Человек разучивается ею управлять. Именно поэтому, особенно это видно у женщин, в процессе вдоха происходит следующее. Вздымается грудь, плечи поднимаются, а живот втягивается. Обычно так дышат непрофессионалы. Что же происходит в таком случае? Если воздух выталкивается только из верхней части легких, то на голосовые связки давит короткий столб воздуха. Чисто с физической точки зрения это влияет на тембр. Вы знаете, что рояль звучит красивее, чем пианино. Почему? Потому что у рояля длиннее струны, длиннее и тоньше. Чем струна длиннее, тем более приятный обертоновый ряд, тем меньше каких-то создается звуковых помех, тем меньше грязных так называемых обертонов. Чем короче и толще струна, тем звук грязнее, тем звук грязнее, тусклее, даже, может быть, некрасивее. Именно поэтому важно научиться владеть своей диафрагмой. Для того, чтобы выдох осуществлялся от диафрагмы, чтобы на ваши голосовые связки давил, что называется, длинный столб воздуха. Это очень важно в этом процессе. Для того, чтобы почувствовать свою диафрагму, необходимо, ну, как-то встать. Я вам даже советую расслабиться. Представьте, что ваш позвоночник – это такой лом. Вы такое некое огородное пугало, на котором вот все остальное, на этом ломе, тут вот есть поперечная такая палка, а все это очень расслабленно висит. Постарайтесь сделать так, чтобы грудь у вас не вздымалась. И в таком расслабленном положении сделайте вдох ртом, попытавшись взять воздух в пятки. Вдохните прямо в пятки. То есть в самый низ, максимально ниже. И вы почувствуете, как живот в таком положении, в расслабленном, у вас пойдет вперед. Предупреждаю вас, вы можете обманывать себя на первых порах и делать это движение животом при помощи мышц брюшного пресса. Себя обманывать не нужно. Иногда это помогает чисто психологически, но попытайтесь сделать это именно при помощи воздуха. Вдохнули, и живот пошел вперед. Ну, ему некуда больше пойти. Он, конечно, пойдет в легкие. Понятно, не в пятки, никуда. Но психологически это может вам помочь. Если не получается отделить работу диафрагмы от работы мышц брюшного пресса, я вам советую мышцы брюшного пресса зажать. Сделать это можно, просто наклонившись и положив руки на спину под ребра. И вот в таком положении подышать очень глубоко, беря воздух в пятки. Вы почувствуете, как ваши руки начинают то подниматься, то опускаться в таком положении. Заработала диафрагма. Как только вы почувствовали работу диафрагмы, постарайтесь это ощущение запомнить. Студенты-духовики, студенты-вокалисты диафрагмой могут сдвинуть рояль при помощи вдоха своего. Они могут лежа на полу, пытаться правильно брать дыхание, специально себе на живот кладут такие толстые пачки нот и так далее. Это очень важно для того, чтобы заработала диафрагма. Это основа правильного дыхания. Дальше. Когда вы выдыхаете, признак того, что вы выдыхаете правильно, это теплый воздух, выходящий у вас изо рта. Вы знаете по опыту, что одно дело, когда вы дуете на горячий чай, другое дело, когда вы пытаетесь согреть руки на морозе. В первом случае вы выдыхаете неверно, с точки зрения риторики и вокала. Во втором случае, когда воздух идет теплый, вы выдыхаете верно. Я предлагаю вам несколько упражнений на то, чтобы брать вдох правильно, вниз живота, чтобы диафрагма пошла вперед. А выдох вы должны максимально контролировать. Выдох должен быть управляемым, равномерным. Воздух при этом должен быть теплым. Я вам советую делать упражнение такое. Когда вы идете по улице, берите вдох короткими порциями, как-нибудь, ну, желательно это делать носом, короткими порциями, так, чтобы, ну, у вас живот ушел вперед, то есть весь объем легких наполнился целиком. На 10 шагов вдох, 5 шагов задержка дыхания. Вы должны как бы сесть вот на этот мешок, на свой такой бурдюк, наполненный воздухом, то есть все расслабить, расслабить все мышцы плечевого пояса, все вот здесь расслабить. 5 шагов задержка дыхания, и на 10 шагов равномерный выдох изо рта. Можете контролировать при помощи ладони, чтобы выдох был теплый. Поначалу у вас выдоха на 10 шагов, конечно, не хватит. Хватит выдоха шага на 3-4. Вам нужно добиться того, чтобы выдоха управляемого, равномерного и теплого выдоха хватало на 10 и более шагов. Тренируйтесь, и это нормально. Для того, чтобы тренировать дыхание, вы можете также декламировать стихи дома. Попробуйте наибольшее количество стихов говорить на одном выдохе. Если вы сможете на одном выдохе произнести четверостиши, хорошо. Если два четверостиши, еще лучше. Чем больше вы говорите на одном выдохе, тем виртуознее вы владеете своим дыханием. Голосовые связки. За голосовыми связками, конечно, нужно следить. Именно поэтому есть несколько профилактических советов. Например, хороший проповедник, профессиональный проповедник, исключает из своего рациона орехи и семечки полностью. Сюда еще, кстати, можно включить и попкорн. Это вот эта шелуха, которая может осесть на связках и даже привести к образованию так называемых узелков, которые потом лечатся только уже путем хирургического вмешательства. Ограничить себя нужно в употреблении алкоголя, в частности, вина, газировки, острую, чрезмерно холодную, горячую пищу. Ну, с алкоголем нам проще, братья мои. Как-то мы и так его исключили. А вот с газировкой, с семечками не все так просто. Некоторые братья исповедуют свою зависимость от семечек. Надо от нее избавляться. Если ваши голосовые связки повреждены. Механические повреждения голосовых связок, кстати, лечатся довольно быстро. Если, ну, лечение, оно всем известно, традиционное. Это и ингаляции, это молчание. Самое главное лечение повреждений голосовых связок. Даже не шепчите, при необходимости лучше обмениваться записками. А самое неприятное, что может с вами случиться, это, конечно, инфекция, когда связки обволокло слизью. Здесь нужно лечить, нужно эту гадость вымывать. Нужно постоянно держать слизистую, влажной. Постоянные ингаляции, обильное питье, теплое. Классика ингаляции над картошкой. Теплое молоко с медом и сливочным маслом. Чай с медом и лимоном. Избегайте, кстати, мяты и эвкалипта. Вот здесь лучше мед и лимон. Гораздо лучше они помогают для голоса. Рецепт певцов Большого театра для того, чтобы быстро и ненадолго восстановить голос. Бывает так, что вам срочно нужно говорить, и вот проклятая инфекция обволокла ваши связки. Это не лечение, еще раз говорю. Потому что потом станет хуже. Это просто такой способ как-то разогнать там кровь. Горячий чай. Ну, не очень горячий, а градусов 70-80, для того, чтобы пить, не обжигаясь. Туда выжимаете половинку лимона. Хорошей, сильной, мужской рукой. Половинку лимона выжали туда. Добавили столовую ложку коньяка и столовую ложку меда. Добавить нужно именно коньяк. Не знаю почему, но водка не работает, и вино тем более. Коньяк и мед. Все это надо выпить непосредственно перед выходом за кафедру. И минут 15 вы худо-бедно сможете говорить. Потом голос пропадет совсем, но это спасет вас. Конечно, если вы профессиональный лектор или оратор, и у вас еще есть свой личный фониатор, существуют специальные медикаментозные промывания связок, когда при помощи шприца просто закачивается специальная жидкость, и человек может говорить тоже в течение какого-то непродолжительного времени. Но в любом случае обращайтесь к врачу. Инфекции нужно тщательно лечить. Молчите, не шепчите. Обращайтесь на худой конец к лору. Хотя лор не совсем тот специалист, который вам нужен. Лучше найдите врача-фониатор, который поможет вам в ваших индивидуальных проблемах с голосовыми связками. Если связки не смыкаются, лечите это, не запускайте. Иначе потом может потребоваться даже хирургическое вмешательство. Что еще можно сказать по поводу голоса? Резонаторы. Третья составляющая качественной работы голоса. Как вы знаете, в гитаре, в фортепиано, в рояле звучит не столько струна, сколько дека. Потому что колебаний струны недостаточно для того, чтобы этот звук услышали люди, сидящие в большом зале. Струна просто тихо звучит, элементарно тихо звучит. Нужна какая-то поверхность, которая будет колебаться в резонанс с колебаниями струны и усиливать этот звук. Поэтому роль резонатора у скрипки, у гитары, у фортепиано, у рояля выполняет дека. Такая деревянная, плоская поверхность в рояле и в пианино. Такая фигурно вырезанная поверхность у гитары и у скрипки. Что же выполняет роль резонатора в нашем теле? Как ни странно, функцию резонатора выполняют кости черепа. Вы знаете, что в костях черепа звук распространяется очень быстро. Достаточно погрызть сухари. Если вы грызете сухари, вы слышите просто невообразимый грохот. А окружающие этого грохота не слышат. Это происходит от того, что в костях вашего черепа звук распространяется очень быстро и хорошо. Кости черепа резонируют в момент, когда вы произносите речь. Но опытным путем создатели итальянской певческой школы Бель Канта выяснили, что лучшим резонатором является так называемая область маски. Это нижняя часть лба, это область переносицы и все, что касается этой части. Вот она передает звук, обладающий так называемой полетностью звука. Очень плохо поступают те ораторы, которые пытаются завалить свой голос в затылок. Тогда голос становится глухим, каким-то невыразительным и тусклым. Мысленно пытайтесь заставить резонировать область маски. Как это почувствовать? Конечно, правильный резонатор можно подобрать только при условии того, что вы качественно дышите. Попробуйте закрыть рот, правильно вдохнуть и правильно выдыхая просто помычать. Если у вас щекотно вот здесь в области рта, значит вы на верном пути. Если щекотит губы ваше мычание, то значит вы где-то близко к верному резонатору. По крайней мере, ваш звук идет вперед, посылается вперед. Попытайтесь вот эту щекотку сместить чуть выше, в область маски. Понятно, что у вас тут ничего уж так сильно щекотать не будет, иначе вы бы непрестанно чесались во время речи. Тем не менее, область маски должна зарезонировать. Представьте себе, что звук при помощи дыхания идет отсюда, зарождается у вас в гортане и выходит вот отсюда. На самом деле, как бы не изо рта, а из области маски. Это можно представить мысленно и натренировать. Полетный звук, обращенный как бы к зрителю на последнем ряду. Не надо орать для этого. Для этого важно просто правильно заставить работать свои резонаторы. Ну и, наконец, артикуляция. Правильное положение языка, гортани, мягкого неба и так далее. Все это необходимо для того, чтобы слушатели вас понимали. Артикуляторы, наиболее важный из них язык, губы, нижняя челюсть, мягкое небо. Собственно, они образуют из звуков слоги и слова. Проповедник должен следить за своей артикуляцией. От правильной артикуляции зависит дикция проповедника. Выявите свои собственные проблемные сочетания звуков. Ну, например, я уроженец Волги. Для нас, волжан, сложным сочетанием звуков является сочетание звуков Т с мягкими согласными. Мы дзякаем, тсёкаем и так далее. Например, слово тётя волжанин практически не способен произнести чисто. Он всё время скажет тётя, примерно что-то такое. Скороговорка «тётя чуть чего тютчего читает» для волжанина практически непроизносима. Поэтому, если вы знаете такую проблему за собой, дзяканье, теканье и так далее, произносите соответствующие скороговорки. У кого-то проблемы со свистящими, сэ, зэ, цэ слишком присвистывают, становятся глухими. У кого-то проблемы с шепелявостью, че, ще, же, ше произносятся шепеляво. У кого-то проблемы с картавостью. Существуют дефекты в произнесении гласных, когда у звучит как о, а звучит как э, и звучит как е, я звучит как а. У кого-то может быть проблема с пропуском гласных и звука и. Например, он будет произносить слово «сем» вместо слова «съем», «соус» вместо слова «союз», «объединение» вместо слова «объединение». Кто-то может пропускать согласные звуки, и у него будет все время «среча» вместо «встреча», «нежный» вместо «снежный», «носальгия» вместо «ностальгия». Поэтому свою дикцию тренируйте, работайте над проблемными сочетаниями звуков. Можете даже обратиться к логопеду, можете обратиться к врачу-дефектологу для того, чтобы решить какие-то серьезные проблемы с вашей дикцией. Я же советую вам перед серьезными проповедями, ответственными выступлениями просто провести речевые разминки. Вначале вы можете взять в зубы пробку и начать разминку с таких звуков, в которых не участвуют губы. Можете соединить их с гласными «гала», «дала», «лала», «нала», «гала», «дола», «лола», «нола», «гула», «дула», «лула», «нула». Только, пожалуйста, делайте это где-нибудь в стороне, чтобы случайный слушатель не подумал, что вы говорите на иных языках. Вы можете просто языком размять щеки, просто поводить губами, размять весь свой речевой аппарат, поговорить о скороговорке, особенно на проблемные сочетания звуков. Скороговорок существует великое множество, вы их без труда найдете в интернете. Попроизносите слова и словосочетания для тренировки дикции, особенно с обильными гласными, анализирующей, проанализированной, абсорбацией, абсорбированной, асфальтируемой, заасфальтированной и так далее. На сочетание гласных «новая аудитория», «аналогия», «а-аналогия», «и-аналогия», «у-аналитики», «у-аэропорта» и так далее. Для того, чтобы ваше мягкое небо заработало. Проведите разминку на сочетание с шипящими, расчерченной, расчеркнутой, подчеркнутой, подчеркнуть, ночь в Чечне, в Черногории, в Чувашии, из Чечни, из Черногории, из Чувашии, с чеченским, с черногорскими, с чувашскими. Ночь чиста, чудо ночное, ночевала тучка черная, чет и нечет и так далее. С частыми отлучками, с четкими отличиями, с чистыми чувствами, с честью, с частью ни с чем не сравнивать. Сжатие, сжигание, с жаром, с жиром, с женой, с животными, с жизнью, с женщиной. Почем чушки, почем щучки, почем тушки, почем шишки. Чечетка, текучка, качка, чукча, река, ручка, чакра чистая, прочь чудак. Ночь чиста, луч четок. И так далее. Слова и словосочетания повышенной трудности. Елена, Емеля, Евгений, Ель, Ёлками, Ездок, Йога, Йока, Якогама, Стройка, Район, Яма, Ясна, Ярка, Яд, Цайгак, Ятированные так называемые гласные. Бабье, Колье, Софье, Дарью, Рысье, Козье, Волчье, Ильи, Кутие, Вранья, Крылья и так далее. Сложные слогосочетания. Азербайджан. Это слово не давалось никому из советских руководителей, кстати. Артикуляционный. Бранцбойт. Бранцпойт, вернее. Бранцпойт. Буквосочетание. Военнослужащий. Возбраняется. Времяпровождение. И так далее. Бес щекочет. Борец юный. Борец щуплый. Борщ жирный. Бровь высокая. Бровь фокусы. Разные буквосочетания. У меня где-то 4 страницы подобных упражнений, которые я написал лично для себя. Я знаю свои проблемы. Для меня, например, совершенно непроизносимы буквосочетания. Ж и Р. Слово «жрец» и глагол «жрать» мне произнести очень и очень трудно. Я над этим работаю, но каких-то успехов уже, может быть, даже и добился. Кроме того, я слегка картавлю и заикаюсь. Это не носит характер патологии, но тем не менее, это проблема, с которой я тоже пытаюсь работать. Работайте и вы. Работайте над дикцией, произносите скороговорки и делайте речевую разминку перед проповедью. И тогда голос ваш будет хорошим и красивым. Помните о дыхании, о работе голосовых связок, о работе резонаторов и о работе артикуляторов. Работайте над дикцией, и все будет хорошо. Ну а мы продолжим в следующей лекции. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok